вышел я называется на прогулку поднялся на возвышенность здесь иду прям по гребню какая поляна смотрите это вроде бы след да не знаю но на машине мне кажется сюда можно заехать я просто оттуда спустится поднялся с уронхайки и вон оттуда идет какой-то след скорее всего здесь что-то такое вот четырехколесная точно проезжает или они дрова забирали отсюда вот рубили или чё но очень красиво прям смотрите а вон марка коль его величество какая красота если мы подойдем метров на 20 кроме того что здесь есть красивые разноцветные разнотравия вот внизу уронхайка он после дождя идешь ноги все мокрые стали но я думаю это того стоит да красотища прохладного не собой флис взял из-за того что в гору перекал многое нагрелся небо меняет окрас формы каждый час каждый час по новому сейчас попробую вон на ту поляну подняться какой вид оттуда откроется интересно я забрался на самую вершину про которую я говорил и вот какой открывается оттуда вид вот они птички смотрите как летают парят над поселком а то и дело спускаются периодически вниз я вот думаю они наверное охотятся вот на вот этих вот видите там лунки такие откопаны какие-то то ли кроты то ли полевки непонятно чё там кто там зовет вот видимо они на них охотятся ну в общем вот ребята вон вон та светлая дорожечка такая коричневого цвета это дорога которая заходит в город с марка коля который выходит вон оттуда то учили идти конечно нужно дальше но я решил остановиться здесь а то конца края там не вижу там уже стопроцентная дичь никаких тропинок ничего и вообще когда я поднимался я заметил хорошую одну вещь никакого мусора поразительно но очень чисто короче местные жители бдят еще хотел рассказать вот этот гостевой домик где я живу он пролежит некоему дукееву асхату там внутри стоит письмо благодарности вот на стене висит и вот а его самого здесь нет в поселке поэтому я направился в дом где живет его родственники там не знаю это его мама или кто но татишка прям вот чуть ли не собеседование устроило мне интервью мол откуда ты зачем ты здесь сколько вас человек когда вы уедете но помимо дежурных вопросов было очень много вопросов потому кто я такой в общем кое-как она мне дала такие ключи возможно даже разрешение жить в гостевом домике этом вот я заехала ребята уехали которые снимают документальный фильм вообще такая своенравная имеете ввиду но наверное в разгар сезона здесь сам асхат наверно будет поэтому не берите мои слова за не принимайте за чистую монету скажем так жаль солнца сейчас нет сейчас бы наверное отливало бы так очень красиво озеро но ничего завтра целый день полный день субботы 5 июня вроде бы завтра завтра пойду к воде я сегодня уже был завтра продолжил изучать окрестности может быть но вот на эту вот гору заберусь надо в обувь теперь высушить потому что носки уже мокрые и и успел я до дождя гремит вот я уже близко спустился он оттуда сейчас буду есть рыбу которую ел в обед ребята молодцы оставили архмет и за дождя солнце садится там в той стороне запад поэтому завтра попробую я вечером еще раз залезть сюда и попытаться запечатлеть красивый закат если получится буду молиться чтобы воскресенье была солнечная погода ничего бы мне не помешало добраться благополучно до катонка рогая мок как собака блин видите капли дождя хуф жесть хорошо мне ящик водонепроницаемый короче как домой пришел тебе непонятная погода в это время еще 6 нет 6.30 надо сейчас только что вспомнил прикол арашка этот мне говорит недостаточно говорить что ты там такого то определенного рода да скажем найман в этих краях нужно говорить какой именно ты найман потому что казахи делятся же не только по жузам каждом жузе еще очень много всяких подразделений поэтому когда я говорю что я найман и мол типа я рад быть здесь они говорят слушай этого недостаточно какой ты найман говорит а найманы бывают разные вот они говорят говорят что ты каратай вот вот такой вот так вот и тогда говорит у тебя будет еще теплее прием видите как как делается все дела короче сколько бы мы не говорили мол хватит уже делиться котом карага и марка холь живут своей собственной жизни доброе утро всем ребята посмотрите чем я назад капучино да пацаны оставили помните они мне консервы еще оставили шузок хлеб так икра кстати вот так она выглядит икрой не покупал играл уже было весь ну и все там у меня лежит рыба который я вчера купил на тайке сегодня в обед буду ее жарить видите какая она большая поделили я пополам короче я думаю на обед буду на ужин есть и еще завтра буду есть собой в дорогу возьму короче еды валом можно сказать живем фуф ну что ж ребят я вышел немного погулять да и солнышко вышло как видите и далее то что вчерашние тучи пришли вот они все ушли туда на восток вот он мар какой красота холодно кое-как высохли вещи ночью но обувь еще не высохла поэтому я ее с пакетом отдел флис тоже вот здесь на рукавах еще влажный а так нормально после австрийской дороги катон будет на высоте на высоте 600 метров над уровнем моря а сейчас я на высоте 1500 метров на 900 метров разница и какой дубак вот вчерашний пансионат куда я приезжал было бы неплохо конечно здесь остановиться но как вы вчера слышали хозяйки нет поэтому он пока закрыт этот гостевой дом а так там офигенные условия купаться я даже не думал я не хотел ветер дует температура наверное чтобы не солгать что-то в районе 10 градусов мне кажется хотя время десять утра короче делать было нечего ребят погулял я там уже все посмотрел решил пойти в сторону австрийки маркоголь продолжается но здесь он уже заканчивается там уже виден берег и заодно решил посмотреть что чем у нас там с дорогой завтра видите в этом дождь и вчерашний всю ночь и вчера весь световой день до очень грязно слякотно я не думаю что один день прям сильно подсушит эту грязюку поэтому готовлюсь короче я завтра к грязевым ваннам надеюсь валяться не придется но запачкаться однозначно придется вот такие лужи вот я прошел сюда километр наверно таких лужи выше крыши слякать короче завтра будет жесть смотрите кого я встретил голубоглазый засранец ну чё ребят настал момент истины рыба оттаяла видите какая громадная сейчас буду ее жарить хорошо она уже очищенная доска масло соль есть мука плита здесь наверно буду жарить и здесь что-то старое масло наверно надо вылить никогда не жарил поэтому очень волнуюсь надеюсь получится и я не отрываюсь короче вот что у меня получилось да рыбу раздел вот 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 и вот целая гора буду есть сегодня на обед и и завтра с собой заберу еще в дорогу я не знаю правильно я делаю или нет беру рыбу беру соль смазываю поверхность куска рыбы потом валяю в муке и бросаю в масло все верно или нет включил плитку сейчас она разогревается вот и начнет жариться не знаю что из этого получится руки у меня блин вон какие поэтому посмотрим ну чё ребят первый пошел только вы знаете что-то я смотрю обычно у мамы у меня они золотистые какие-то а тут получаются что-то светлые что их плохо прожарил что ли я на зуб проверил все вкусно вот следующая партия идет видите они не желтеют вот это я уже собираюсь вытаскивать я думал они должны золотыми время обеда сколько у нас 13 00 вон сколько я нажарил пипец просто да блин ребята надеюсь я не трава возьми первый раз жизни жарю рыбу были ускучь и ног знаменитый спасибо вам хайки за то что дали такую возможность мне блин так тяжело закрывается недавно в магазине местным был продуктовым спросил у продавца какая погода чтобы она посмотрела прогноз у меня же кейсел без интернета здесь она посмотрела говорит все сегодняшнего обеда и до вторника будет солнце офигенно завтра воскресенье если все высохнет только что же я ходил то вообще будет зашибись вот сейчас пообедаю помою посуду ну и пойду наверное снова погуляю хочу сидеть дома погнали ваше здоровье господа ну что помчались очень вкусно она очень жирная такая и косточек не так уж много а когда ее посолят так это вообще деликатес я слышал от одного ребята я прямо на самом берегу здесь я вам еще ничего не показывал сильный ветер буду говорить громко вообще-то я хотел вам показать свое знакомство с этим красавчиком давайте посмотрим как оно пройдет не бойся не бойся ну смотрите он привязан только не надо мне легать ладно давай пообщаемся давайте поглажу ой 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 лучше наверное не стоит ну что ж друзья вечер на кому не старта завтра на старой Австрийку волнуюсь немножко потому что об этой дороге входит очень много легенд о том какая она сложная по местных спрашиваю местные уверенно твердят что я пройду я хочу в это верить вот сейчас прогулялся пью кофе шоколадку что можем сказать про маркакой ехать сюда нужно очень красиво вы видите да такие яркие сочные краски прям вырви глаз реально без никаких обработок фильтров настолько богато насыщены цвета что просто диву даешься откуда такие яркие цвета да и почему именно здесь они такие яркие и сочные то ли трава злинее чем в другом месте то ли свет какой то особенный то ли и то и другое непонятно но в целом я хорошо отдохнул сейчас буду собираться потихонечку завтра дорогу всем желаю всего хорошего до встречи завтра друзья ну что пора в путь на часах сейчас посмотрим сколько время восход о 5.58 6 утра считай вчера такой дубак был ужас было холодно дома имеется ввиду в 9.30 в итоге лег спать в 5 проснулся уже все не спится петухи да и солнце уже светит байк собран в путь сейчас солнце с того хребета встанет и зальет все лучами меня провожает вот эти вот бакланы или коршуны так я не разобрал в общем все впереди австрийская дорога и катон карагай поехали в тепло и вот она дорога знаменитая староавстрийская дорога здесь стоит указатель что куда вон тоскаин урунхайка 12 километров получается я проехал катон карагай 61 чух ушел туда видите какая дорога если здесь у нас был дождь и грязь то здесь у нас очень каменистая дорога вот здесь на повороте стоит небольшая беседка ну че поехали 61 километр бездорожье и 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...